Новую программу реабилитации наркоманов обсуждали сегодня на Всероссийском совещании об организации деятельности муниципальных антинаркотических комиссий. Оно прошло в режиме видеоконференции. В Татарстане, рассказали специалисты, сразу несколько организаций помогают зависимым с работой и оформлением документов. Совещание открыл мэр Москвы Сергей Собянин. По видеосвязи он рассказал коллегам всей страны, как в столице ведется работа с людьми, которые раньше принимали наркотики. Именно раньше новая программа, которая стала главной темой обсуждения, направлена на социализацию бывших наркоманов. После того, как их вылечили от зависимости врачи, необходимо помочь оборвать связи с прошлым. За это раньше отвечали соцслужбы. Теперь решено на федеральном уровне, что это дело администрации городов и районов. Сейчас вопрос стоит не столько в медицинской реабилитации, а в последующем, когда человек выходит из наркологического диспансера, прошедший курс увеличения, краткосрочный до 40 дней или долгосрочный до двух лет, потом он должен себя найти. Для этого должен быть определен приоритет или подразделение, которое будет с ним по следующему заниматься. В Казани средства на эту программу уже выделили. Однако, кроме этого, в Татарстане давно помогают бывшим наркоманам порвать с прошлым. В республике зафиксировано 18 тысяч человек, употребляющих запрещенные вещества. В Казани работает организация «Феникс». Ее сотрудники трудоустраивают и решают проблемы с пропиской бывшим заключенным. А общество «Вера» создано несколько лет назад матерями людей, которые принимали запрещенные вещества. Федеральная программа социализации бывших наркозависимых рассчитана до 2020 года. Специалисты считают, что результат ее появится только через несколько лет, когда бывшие наркоманы полностью порвут с прошлым и начнут жить полноценной жизнью. Екатерина Сударева, Ленар Хабибуллин, Вести, Татарстан.